Добрый день! К нам много приходит отзывов на сайт, и некоторые очень интересные. Например, один написал так, парень, «География рассказывает об устройстве Земли, биология учит тому, что такое жизнь, алгебра учит страданию». Вот это ужасный совершенно такой отзыв, но он стимулировал нас задуматься, действительно, чему учит алгебра. Мы подготовили, я сейчас презентую эти несколько уроков по математике, но касающейся непосредственно жизни. Хочется оправдать математику в глазах многих. Я думаю, что эти уроки будут полезны. Чем они объединены? Во-первых, этих тем нет в школьной программе. Сразу оговорюсь, я не знаю почему. Мне кажется, с этого нужно было бы начинать математику. Во-вторых, это полезные вещи. Ну, например, такое же бывает. Вы решаете, страховать машину или нет. От чего это зависит? Ну, понятно, страховать от угона. Понятно, может быть, например, войдет туда, что? Количество угонов этой марки машины, сколько она стоит, какова цена страховки, но как это все укомпоновать? Как получить решение? Или, например, такая вещь. Вашему коту определили какую-то болезнь. Сказали, что точность анализа однотысячная. То есть он ошибается раз на тысячу. Какая вероятность, что кот действительно болен? Можно ли ответить на этот вопрос? Да и на него вообще, оказывается, нельзя ответить. Это зависит от того, насколько редка эта болезнь. Или вот, например, есть ли рациональное объяснение и тому, почему так трудно договориться о том, как поддерживать чистоту в подъезде? Ну, трудно же договориться. Ну, или какой-нибудь другой, например, как договориться, чтобы в классе было тихо, когда учительницы нет. И как это связано с гонкой вооружений? Другой вопрос – это игры. В какие игры можно играть? Какие игры честные? Окей, нет. Я могу привести пример одной игры, которая внешне кажется абсолютно честной. На самом деле, такой не является. Ну, представьте, что вам предлагают сыграть в кости. Есть три вида костей – синий, зеленый и красный. Вы смотрите, на гранях нарисованы какие-то цифры, все нормально, выбираете, например, красную кость. Вы будете играть красной. А ваш соперник выбирает синюю из оставшихся. Играете и в среднем проигрываете. Теперь он говорит, а хочешь по-другому? Хочешь – опять выберешь. Заново. Думаете, ага, он играл синий. Выберу синюю. А он – зеленую. Начинаете играть и опять проигрываете. Тогда говорите, ну, теперь-то я уж точно знаю. Я выберу зеленую. Берете зеленую и опять проигрываете. В чем дело? Тоже нужно объяснение. Потому что это связано со многими другими задачами. И иметь этот алгоритм размышления стоит. Вот такие уроки мы приготовили. Но вот эта игра в кости, сине-зеленая и красная, она имеет ту же структуру, что и выборы, идея сама, про которую будет рассказано. Выборы в различные органы власти. Или, например, с такой задачей, что бывает так. Команда футбольная А выигрывает у команды Б, Б выигрывает у С, а С выигрывает у команды А. Что же тут такого? Вот это все будет рассказано. Я вам рекомендую смотреть эти уроки. И, может быть, это поможет вам принимать решения в жизни. Спасибо.